Девушки отдыхают Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 8 августа 2017 года, вторник, по одному из старинных 38-й день месяца получения дорог природы 7525 лета, неделя. Белые боги Китая. Так будет называться сегодняшний наш эфир. И автор-сказитель, вам хорошо известный, сегодня будет эту тему раскрывать, Виктор Максименков. Здравия тебе, Виктор! Здравия, Алексей! Здравия, слушатели! Давай сразу приступим к расшифровке, что же такое за белые боги в том самом Китае, который всем хорошо известен, что там белых людей в таком большом количестве, чтобы боги у них были белыми, в общем-то, как-то так не живёт. И там, как принято говорить, желтокожие, монголоидного вида, смеси различные. Белые, конечно, тоже есть, но так, чтобы прям огромное подавляющее большинство белых, для которых боги были китайские белые. Вот как-то так у современного человека, наверное, представления нет. И вдруг белые боги Китайские. С чего вдруг такая тема? А тема такая с того, что, путешествуя по миру других, я лично сильно-то и не нахожу. Ведь речь идёт именно о тех, кто начинал эти великие цивилизации, давал, обучал их всему. И нам нужно их увидеть, как говорится, посмотреть им в глаза, увидеть в лицо. И для этого я собрал, опять же, тот же материал из того же региона, из того же Китая, который мы сейчас называем Китаем. И постарался разложить его по полочкам, чтобы убрать все мифы, а показать настоящее положение дел. Узнать, кто такие китайцы, во-первых. Посмотреть, кто такие чинайцы. Откуда взялись эти белые бойги. Как долго они были. Было ли население ещё, правители белыми людьми в Китае. И кто построил Великую Китайскую стену, которые нам говорят, это единственное сооружение, видное, прекрасно, из космоса. Вспомнить про то, что в Китае есть ещё и пирамиды. И всё это вместе собрал, систематизировал. Я предлагаю нашим слушателям и читателям традиционно все эти материалы можно найти. У меня на сайте Конт и на Ютуб-канале и поучаствовать в живом обсуждении на Народном славянском радио. Потому что и я, и все мы, народ. Деятельность у нас народная. Наука или не хочет, или не может это замечать. А я вам предлагаю все материальные свидетельства, которые уже найдены, изучены. Ну и немножко добавим от себя для того, чтобы расширить их, связать и более дать понятно, видно, без каких-то мифов, а конкретные материальные свидетельства. Чтобы люди вспомнили своё великое прошлое, а значит имели великое будущее. Вот как-то так. Какие у тебя серьёзные замыслы. Ну то что же, давай тогда не будем откладывать их в сторону, а сразу начнём воплощать. Представляйте микрофон. Давай, докладывай. Благодарю, Алексей. Дело в том, что все перечисленные вопросы, я думаю, интересны каждому. Кто построил китайские стены? А есть ли там пирамиды? И действительно, а какие же боги у китайцев? Дело в том, что если основывается на фольклор самих тех людей, которые мы сейчас называем китайцами, то они чётко говорят, что всю их цивилизацию построили голубоглазые, светловолосые люди. Они были первыми правителями этого государства, его государственные деятельности, теми, кто обучил всему народ Китая. Одна из древнейших легенд самих китайцев говорит о том, что китайская цивилизация началась с того, что на небесной колеснице к ним прибыл белый бог Хуан Ди. Ну, по мне, очень похоже на искажение от хан. Но это, как говорится, моё личное мнение. И чему же он им их научил? Да всему. Возделывать рис, строить дамбы, делать лодки и колесницы. Копать колодцы, изготавлять музыкальные инструменты, лечиться иглоукалыванием, шить одежду и так далее. Он дал им календарь и письменность научил иероглифам. Странная вещь. Наука этого почему-то не верит самим китайцам и приписывает это всё им. Ну, это, как говорится, деяние самой науки. В статье приводится изображение этого бога Хуан Ди. И хоть оно уже очень стилизовано, всё равно китайцев таких, конечно, редко встретишь с густыми бородами. И самое интересное, у этого бога Хуан Ди, кроме описания, вокруг головы присутствует то, что люди привыкли считать нимбом. А это же оно колобье тела или жарье. То есть это более высокие существа. Мы эти колобьи и жарьи тела сможем увидеть у богов по всему миру. То есть интересно, да? Но интересен другой факт. По легендам, тотемным животным Хуан Ди был медведь. Но мы до сих пор на автомате называем большой и малый ковш медведицей. Нам говорят про какой-то там шестой век, славяне, шестой век. А мы несем с собой традицию генетически по названию ковша большой медведицы и форму этих звёзд, которые имели больше 100-150 тысяч лет назад. Я привожу специально рисунок, найденный мной в сети, где именно 7 этих звёзд имеют вид медведицы. Так что китайцы, может, всё-таки были правы. Плюс они дают нам дополнительные данные. Хуань Ди, он же император. А император, опять же, это сокращение от имени имперуна. Тут трудно ошибиться. Император — это именем имперуна просто сокращенное. И вот этот император в Древнем Китае считался наделённой властью царём космоса, который пребывал, внимание, на небесном северном полюсе. То есть не у самих китайцев, а на северном полюсе. Ну и для тех, кто не читал веды, рекомендую их прочитать. Ну или заглянуть в мою статью. Дарья — северная прародина человечества и первая луна Земли Леля. Возврат из бездны моря и тьмы тысячелетий. Город и пирамида в России возрастом 110 тысяч лет. Тогда вам, я думаю, станет более понятно. Плюс в этих же хрониках повествуется о том, что Хуань Ди путешествовал по Вселенной, для чего он использовал некое транспортное средство, именуемое дракон Чен Хуан. Согласно китайским хроникам, он прибыл со звезды Альфа-Льва. То есть из созвездия Льва или чертог расы по-славянскому. В статье приводятся множественные изображения этих летающих тарелок из Китая, летающих одноместных механизмов, различные археологические находки из Китая, Японии. И для сравнения майянские находки, где люди в скафандрах, с какими-то ранцами, похожими на парашюты за спиной. Плюс множество индивидуальных средств передвижения, когда человек находится в каком-то механизме и только из него выглядывает. Но это дела глубокой древности, ведь все это должно было оставить следы. И опять же, мы находим прямые этому подтверждения. Так как основной письменностью тех жителей Китая, которых мы сейчас называем китайцами, в дальнейшем я попытаюсь объяснить, что китайцы не они, а китайцы мы. И вы поймете почему. Но сейчас пока будем их для удобства называть китайцами, чтобы нас больше поняло население, более широкие круги. Так вот, в древнекитайской традиции, вот чудо, верёвка — это то же самое, как бок по-китайски. Поэтому той же узелковой письменности поклонялись и повсеместно использовали в самом Китае. И причём ещё с доисторических времён. Плюс всё это использовалось. Были, опять же, узлы священные, они же магические, которые использовались в храмах. И были бытовые узлы, которые использовались в бытовом письме, в государственных делах. Напоминаю, это всё в моей статье. Более подробно описано «Узелковая письменность славян» про письменность всей Земли. Был уже эфир на эту тему. Так что всем желающим может ознакомиться в архивах и увидеть, почему эти письменности. Плюс я привожу данные, когда конкретно эти письменности расцветали. И чуть дальше мы увидим, кто же помогал рассвету этих письменностей. Увидим, как говорится, их глаза, лица. Потому что в Китае китайские археологи открыли много захоронений. И мы все постараемся, как говорится, хоть часть их приоткрыть и показать людям, чтобы нас и услышали, и увидели, и могли сами убедиться в том, кто же учил, восстанавливал забытые знания китайцев, а то уже узелковой письменности. Почему узелковая письменность так распространена? Да потому что это объемная письменность. А, как вы понимаете, у нас все природа объемная, наш головной мозг объемный, свет объемный, все в объеме. Поэтому это нормальное, естественное письмо, плюс оно разноцветное. У нас только остались тоже некоторые рудименты в современном мире, но оно сохранилось и передается и в определенных родах, и хранителями. Это все в статье про узелковую письменность можете найти. В самом же Китае древнейшие упоминания сегодня существуют и относятся ко временам примерно 5,5 тысяч лет назад. Это древнейшие упоминания о использовании именно узелковой письменности. Плюс сама узелковая письменность расцветала во времена тех династий, где наибольшее количество археологических открытий в гробнице показывают белых, бородатых людей, которые одеты в нашу славянскую одежду. Они полностью, как говорится, спутать с современными чинайцами и китайцами совершенно невозможно. Открыты они сами китайцами в гробницах, которые сейчас находятся на их территории. Но об этом чуть ниже. Также хотелось бы обратить внимание, что те же источники про узелковую письменность присутствуют и в знаменитой книге «Перемен», и в аннотации книги «Перемен». О них же пишет Конфуций. Но обращаю внимание тех, кто интересуется вопросом. Конфуций, может, и был такой человек, но Конфуция — это сокращение, это конечная функция чисел. Поэтому был ли такой человек, я не знаю. Но то, что есть, это сокращение от этого понятия. Это так оно и есть. Но если даже и был этот человек, я нашел его изображение, которое присутствует в Китае. И вашу вниманию предлагаю их изучить. На самом деле говорят, что его фамилия была Конг. Для понимания. Кон — это полярная звезда. Она же Тара. А Г, мы видим это Г повсеместно, когда мы с вами рассуждали про календарные системы, что Г — это солнечное движение в течение года. Поэтому Г — это небесное движение. Ну как мы же Солнце видим круглое, и плюс оно в течение года имеет движение, как на Мезинском календаре, других календарных системах в виде буквы «Г». Так что очень похоже, что кто бы это ни был, была ли это конкретная личность или группа личностей, но почему-то все указывает на их отношение к детям Тарха и Тары. То есть к Тартарам, то есть к белым людям. Для того, кому это мало, мы чуть ниже еще на этом подробнее остановимся. Но хотелось бы увидеть самих богов Китая, как говорится, не только население или великих философов. Поэтому в статье приводятся боги Китая, например, найденные археологами в самом Китае, которым более 4,5 тысяч лет, 4,5-5 тысяч лет раскопали тоже статуэтку богини в Китае. И, о чудо, у него почему-то голубые глаза. Вот мне интересно, много ли сейчас китайцев голубоглазых? Ну, может, это было совпадение, ну, там, никем не ту краску нашли или просто художники постарались. Для того, чтобы укрепить народ в понимании того, что белых богов там хватает, приводится еще одно изображение самих китайцев. Опять же, кому, кого я нашел для того, чтобы проиллюстрировать это? Это в китайской даосской мифологии дух-повелитель и укротитель бесов, живущий на небесах. Его зовут Джан Таньши. Огромный бородатый рыжеволосый мужчина, который, если бы вы сейчас встретили где-нибудь в районе средней полосы России, вы бы в жизни не догадались, что, оказывается, это бог для дальних восточных китайцев. То есть это совершенно белый человек, ну, единственное, там третий глаз мешает воспринимать его как полностью за человека, плюс, опять же, колобья тела. То есть нимб вокруг головы. Ну, чистый китайец. Для того, чтобы, если вам этого мало, там еще приводится фигура так называемого бога Янзяна. Он был хранителем бога воинов. У него в руках две булавы. Сам он почему-то белокожий, с густющей бородой, и почему-то он иллюстрируется одетый в доспехи, которые придумали скифы, по словам же самой их ученых. Случайность это, не случайность, ну, решайте сами. Но для того, чтобы убедиться, что это не какие-то там давние дела, которые закончились, и больше их никогда не было в славном Китае, я нашел и привожу в статье вам иллюстрацию европейского путешественника Афанасия Кирхера. Он путешествовал и сделал ее в 17 веке. На иллюстрации представлен китайский храм. Туда заходит китаец, действительно китаец, и помолится своим богам. И двое из этих богов проиллюстрированы. У одного борода, как говорится, до пят. Одет он в славянско-скифо-татарскую шапку, как я ее люблю называть, хотя ее носили и греки, и троянцы, и финикийцы. Ну и второй, тоже чистый китаец, он хоть и без бороды, но принять его за современного китайца невозможно ни под каким даже допингом, не говоря уже о нормальном восприятии мира. Так это, напоминаю, это иллюстрация китайского храма 17 века. Как говорится, там еще много богов, которые со временем все-таки видоизменялись, чтобы сделать их более похожими на современных китайцев-чинайцев. Я их уже не стал приводить, потому что это для дальнейших исследователей. Сами же китайцы этого в своем фольклоре не отрицают. Вопрос только к историкам. Ну, а какие же у них были первые императоры? Первые императоры, ну, по мнению науки, как понятно. Первый император, это любят показывать император Цинь. Это годы правления в Китае, примерно 200 лет до нашей эры. Тоже китаец какой-то странный. Борода густючая, как чуть ли не до пяток. Ну, похож на какого-то нашего просто мужчину, который задумался над чем-то. Там приводится его иллюстрация в статье. Ну, может, это была всего лишь тоже какая-то ошибка, там, единичный случай. В статье собраны иллюстрации о первых императорах Журджении, так называемых. Они нам интересны чем? Дело в том, что их столица находилась в Пекине. В Пекине эта столица находилась. Они занимали обширные территории, по словам науки, современной России на Дальнем Востоке. Но, о чудо! Почему-то эти императоры, которые китайцы почитают чуть ли не за своих тоже родоначальников, потому что всё-таки столица была в Пекине, они представлены фотографией первых четырёх императоров. Это начиная с 1115 года примерно нашей эры, ну и до 1200, грубо говоря. Так вопрос в том, что они названы все, во-первых, они все имеют вид белого человека, и с китайцем их не спутать, а во-вторых, они все названы ваньянами. Я поясняю. То есть ван и ван, это просто сокращение от и ван. Почему ван? Ван, ещё у латинян это сокращается. Ван один, то есть первый. Он же один, он же, другие его названия, которых у нас первый, у которых у нас множество именно первого, единицы. Название именно у славян больше, чем у других присутствующих единиц. А И, она не эта И, что сейчас распространена в России, а такая И с точечкой. Ну как она на Украине ещё осталась. А почему? Потому что это вселенское понятие. То есть это первый во Вселенной, или несущий как раз свою космическую ДНК. Вот как это расшифровывается, скажем так, на нормальном языке, по-современному, без сокращений. Почему же Яны? Яны, вы сами все знаете, что Ян это мужская энергия. Чуть ниже я вам постараюсь доказать, что славящие Ян и Инь, это мы. И конкретно укажу на это в прошлых веках. Так что императоры очень интересные у китайцев. Плюс, нам же интересно, что после этих джурджений в столице Пекина находилась, была столицей Орды. Тоже приводятся некоторые источники европейские, ну другие же уничтожены у нас. Приходится пользоваться тем, что есть. Где пишется, что, например, Карвина умер в 1330 году в Канбалыке или Канбалу, столице Орды, в нынешнем Пекине. И речь идет про, о моголах, которых сейчас переименовали в монголов. Но об этом лучше сделать отдельную статью, потому что вопрос очень интересный. Лично я уже собрал целую коллекцию изображений великих моголов. Могол, это на все светлые грамоти, всего лишь означает великий. Ну и всего лишь ничего военного. Но об этом отдельно. Пока вернемся к китайцам, потому что и так информации много. Дальше я привожу те находки, которые найдены мной в сети из исследователей именно китайских археологов. Вот приводится, например, высокопоставленный военный чиновник династии Мин. Он описывается как приближенный император. Эти плитки находились на домах в Пекине. Это династия примерно 1400 год нашей эры, 1500. плюс приводится тоже рядом с ним находился еще воин, простой воин. Но эти почему-то приближенные императоры и простые воины, они почему-то белолицые, голубоглазые, с густючими белыми бородами. То есть они блондины, у них волосы светлые. Какие-то китайцы странные прям по современной исторической науке. Ну плюс такие же странные китайцы присутствуют еще в раннем, в той же знаменитой терракотовой армии. Ведь китайцы начали же ее восстанавливать. Начали восстанавливать изначальную раскраску. И в статье я тоже привожу парочку таких товарищей с восстановленной раскраской, с не с восстановленной раскраской. и перепутать их с современными китайцами ну просто невозможно. Потому что тоже восстановление подтвердило, что они не просто имеют черты белого человека, но они и лица у них белые. То есть в чем проблема была их в желтую краску покрасить? Там есть и с желтыми лицами, но часть все равно белолица. И отличить их от казаков, скажем так, может только одну одежда чуть более древняя. Они одеты просто опять же странно, одеты ребята в скифские доспехи чешуйчатые. Там таких странностей много. С одеждой, с видом. Странности я имею ввиду для науки. Для нас это ничего странного, веды все описывают, кто где и когда там находился. Плюс мной приводится еще ряд именно открытий самих китайских археологов, тех открытий, которые проходили на National Geographic были найдены эти артефакты и представлены. Все это в основном воинские сословия, воины, военачальники. Вот Восточный Вэй примерно в 500-й год нашей эры. Тоже перепутать его с современным китайцем с такой густой бородой и славянскими чертами лица ну просто невозможно. Даже если бы захотел. Плюс эти гвардейцы китайской династии Тан, это 7-й век примерно нашей эры. Голубоглазые, густобородые, кто они? Настоящие китайцы, а ведь это все район современного Пекина. Оттуда же вот еще один военный чиновник, тоже династия Тан приводится, у него символ сокола Рюрика на шапке, густючая бородища, и спутать его с современным китайцем не получится. Даже при большом желании, как раз на нашей географике они его показывали, нашли. Как говорят, очень интересный экземпляр. Но я уже не стал трогать сильно останавливаться на буддизме, который и так слышно, что это слово буддить. Сейчас в основном это принадлежит современному Китаю, об этом тоже придется делать отдельную статью, чтобы нам поверили больше. Приводится просто ряд изображений самого Будды, который почему-то голубоглазый и его монахов, которые тоже почему-то голубоглазые и белолицые. Почему? Для истории тоже это загадка. Я думаю, мы ее разгадаем в других статьях. Но может это какие-то завезли эти фигурки, чудом туда попали. Ну, мало ли. Ученые все время любят говорить, знаете, вчера привезли, позавчера закопали, а сегодня вы нашли. То есть давайте не обращать на это внимания. И они не обращали на это внимания пока в 1977 году в самой засушливой и просоленной части Центральной Азии пустыни Такламакан китайский Туркестан, там где сходятся земли Китая, Киргизии, Таджикистана и Монголии, не начали находить мумии белых людей. А условия пустыни высушили до такого состояния, что они плюс высокие уровень соли почему-то привел к тому, что они сохранились идеально. Идеально сохранились и на анонсе мы поставили как раз одну из этих мумий найденных, где, о чудо, люди, опять же, светлые волосы, белые лица, ничем на современных китайцев не похожи, плюс одеты в традиционную одежду, именно славянскую, белого человека. И самое интересное, что эти люди, все эти захоронения найдены вокруг городов, сквозь которые шел великий, знаменитый Шелковый путь. Но для понимания приводится вся карта Шелкового пути. Там в самом Китае буквально, я не знаю, 10% этого пути находится, все остальное это он проходил как раз и через Египет, через Ближний Восток. Почему наши предки контролировали это плюс еще один, почему наши предки контролировали эти территории, потому что это были основные торговые пути Великой империи прошлого, поэтому они на них жили, находились, контролировали, ну пока была эта возможность до определенного времени. Исследования показывают, что это чуть ли не до 19 века они это все дело контролировали, но это как говорится пища для новых исследователей еще большего исследования. Косвенным подтверждением этого является то, что на всех европейских кархах до примерно как раз до 19 века все эти территории назывались Великие Тартарии. Вольная Тартария, Китайская Тартария, то есть они все обозначались именно как территория детей Тарха и Тары, то есть полярной звезды и ковша Большой Медведицы. Для тоже приводится еще один, для понимания этого приводится также статуэтка Танцующего Татарина Северной династии Ци, это 560-й год, музей Шанси, традиционная славянская одежда, борода до пят, и лицо, которое при большом желании невозможно перепутать современными чинайцами. Ну и раз были найдены мумии, нужно же было провести генетический анализ, в чем проблема? Уже же, как говорится, был на дворе 20-й век, провели, провели, они продолжали находить подобные мумии, продолжали, продолжали, провели генетический анализ, и данные исследования в Китае были остановлены. Причиной послужило то, что найденные мумии все как одна были R1, A1, а это генетика современных жителей Центральной России, Белоруссии, Украины. Так что чинайцы вместо своих предков нашли наших. Вместе с мумиями были найдены огромное количество гончарных изделий, различных именно видов тканей, с рисунками на них. И что самое интересное, датировка этих мумий показала, что самые ранние находки им 5000 лет. Странно, правда? Нам историки говорят про какое-то формирование чуть ли не в 6 веке, а здесь 5000 лет, а наши люди, как говорится, рассекают по Китаю. Где же историческая наука, почему она этого не видит? причем они рассекают и 5000 лет назад, и 4000 лет назад, а находки, находки, которые найдены в этих захоронениях с этими мумиями, нам вообще предельно интересны, потому что они от триполья, от трипольских находок фактически не отличаются, практически ничем. Я привожу 4 сосуда, опять же, они полностью идентичны трипольской керамики. Повторяю, это находка 5000-4000 лет назад. Для тех, у кого хорошая память или хорошие способности находок в интернете, я предлагаю пройти в мою статью тоже «Белые боги Америки». Это наш первый с вами эфир. Там я тоже обращал ваше внимание, что почему-то сосуды из Центральной Америки точно повторяют сосуды из Триполья. И с китайцами получается та же беда. Сосуды древнего Китая, то есть 4-5 тысяч лет назад найдены самими китайскими учеными, полностью повторяют трипольские и по форме, и по росписи, плюс несут ту же солярную символику. Солярной символики там больше, чем, как говорится, нужно для нашей современной науки. Ну, нас даже не это интересует. нас интересует больше другой символ. Тот символ, который все вы знаете как символ инь-янь. Ну, я более чем уверен, что каждый из вас думает, это символ придумали китайцы. Но есть одна загвоздка. Напишите букву О и впишите в нее букву Р и букву Д. Получится слово род. Он же символ инь и янь. То есть он же символ янь несущих и несущих вместе с миром слави, с божественным миром. То есть славяне. Поэтому ничего удивительного, что в триполе этого символа больше, чем нужно. Приводится парочка изображений из триполя именно этих символов янь-инь. Плюс обращаю ваше внимание, что символ янь-инь, он же род, он же основа наша. То есть когда наш человек объединит, сможет опять вернуться к объединению мужской энергии женской в процессе созидания, мы сможем организовать на нашей земле божественные миры, то есть миры высоких вибраций, то есть слави. И тогда мы действительно опять станем славящие янь-инь. То есть объединившись, достигнув максимального результата. Для понимания того, что этот символ это всего лишь начало, и сами китайцы даже не представляют начало, чего он является. Дальше хотелось бы обратить ваше внимание, что подобные символы есть и у тех же товарищей майя. Они лежат в основе ихнего же календаря. Опять же символы янь-инь. Ну почему это было, мы уже ответили в эфирах и статьях белые боги Америки. Хотя уже за это время столько информации накопилось, что нужно будет делать еще один хотя бы статью. Ну вернемся к знаменитым календарю майя. Дело в том, что он состоит из каких-то черточек и точечек. Все знают эти черточка, точечка какие-то. На самом деле его основа и так называемые триграммы. Триграммы. Эти триграммы они же представлены у китайцев прекрасно, в огромном количестве. Это так называемая книга перемен, которые они используют для гадания. Я же предлагаю вспомнить тем для всех, что это не только основа, это вообще основа всего. Основа письменности, основа генетики, основа символов. То есть скажем так, начиная изучать символы и не я, можно выйти на любую интересующую нас информацию, как генетическую, так и письменную, так и символьную. И для понимания этого представляю для интересующихся людей символ цветка жизни, опять же, вы его все слышали, все знаете, но этот символ цветка жизни, для лучшего понимания, вписан в этот символ род или янь-инь. Этот символ цветка жизни присутствует опять же в большом количестве в запретном городе в Пекине, а как мы уже видели в запретном городе очень долго были наши предки, хоть они и считаются прародителями китайцев, почему это государство Джорджини, это Могольская Орда, о которой придется поподробнее остановиться, потому что я думаю этот вопрос животрепещущий и интересный в связи с мифами, придуманными историками на эту тему. Ну а этот цветок жизни, опять же, в статье приводится куча этих изображений из храма в Абидосе, это Египет, огромное количество изображений цветка жизни и так называемой в народе резетки на прялках различных бытовых средствах домашнего обихода в нашем фольклоре, ну, фактически в народной традиции. Вот как пишется об этом Друнвало Михаилседес в своей книге «Тайна цветка жизни». Цветок жизни это источник всех языков, это изначальный язык космоса, язык чистой формы и пропорции. Ну, тут, как говорится, не поспоришь. Также для ознакомления населения широких кругов приводится один из примеров письменности, которая называлась раньше одной из названий Аумараси, считается одной из древнейших. Это свято-арийская письменность, которой примерно ну, 6000 лет. Там показаны традиционные наши символы, которые используются, и как они вытекают из триграмм. То есть откуда они берутся, почему именно так изображаются. Этих символов огромное количество, огромное количество. Также хотелось бы напомнить, что те же иероглифы, они фактически применялись и для обучения молодых народов у товарища майя, они же фактически применялись в Древнем Египте, но они применялись именно для обучения молодых народов, для лучшего восприятия этой информации. Так что на самом деле тех же символов, которых вы знаете, как оставшиеся там 33, их на самом деле вообще там огромное количество. Я даже не хотел говорить сколько, их просто огромное-огромное количество. Это то, что знаем мы сегодня, это суперобрезанная система, которая ни о чем не говорит, ничего, нельзя понять, а нужно возвращаться к старому пониманию, что все это вытекает из света, все это отображается в объемных письменностях, таких как узелковая, все это нужно для развития способностей, которые нам даны с вами от рождения, генетически, которые мы сами себе запретили, но, по-моему, пришло время их самому себе же и разрешить, потому что нам их уже никто не запрещает, кроме нас же самих. Все это есть в интернете, можно брать, да использовать из этих символов цветка жизни, инь, яня, вытекает все, все формы, которые вы встречаете, тот же кельтский трелистник, так называемая звезда Давида, хотя она никакому Давиду, как и символу янь, конечно, отношения не имеет, восьмиконечная звезда, он же камень Аллаты, руны и многое другое, так что кого это заинтересует, рекомендую там, как говорится, учиться, использовать, найти, использовать, вспомнить все. В статье приводится ряд изображений, хоть и от руки сделанных, что получилось, где вписаны все эти звезды Давида, символы янь, инь, но напоминаю, это все объем, это все объем, хоть он и отображен на плоскости, это все в объемном виде, плюс оно правильно должно изображаться в цветных изображениях, ну для начала, я думаю, для тех, кто интересуется, вполне достаточно. В статье множество примеров этих цветков жизни из древних Скандинавии, Ирана, Англии, Франции, так что вполне достаточно для тех, кто заинтересуется этим вопросом. Ну вернемся к мумиям, к мумиям, которых там найдено было огромное количество, я же говорю, все они по виду на современных китайцев никак не похожи, плюс одежда полностью повторяет, славянскую одежду с разных уголков мира, в основном это Скандинавия, современная центральная Россия и Иран, плюс, я же говорю, находки определенных статуэток, которые тоже находят с этими мумиями, показывают нам светловолосых, голубоглазых людей с густыми бородами, некоторые из них проводятся в статьях, плюс на самих тканях присутствует тоже изображение голубоглазых людей и, о чудо, кентавров, они же полканы в нашей традиции, тоже интересный символ, он присутствует вплоть до 20 века и сейчас используется, просто когда вам скажут, что это придумали греки, которым 2400 лет, которых никогда не существовало, вы спросите у современного историка, а как же эти символы оказались 4-5 тысяч лет на тканях в Китае, как говорится, греков в проекте нет, эти символы в Китае от греков очень далеко, плюс они присутствуют во всей нашей традиции вплоть до 20 века, я уже не стал именно 20 века изображения, я привел там изображения от 12 до 17 века в русском народном искусстве, этих полканов, кентавров, то есть как бы скажут вам, что это придумали греки, покажите им эту статью, в которой и приведены статуэтки, которые находят рядом с этими мумиями, и отчуда там почему-то бородатые, голубоглазые, белолицые люди с традиционной одежды скачут по своим делам, большинство ученых называют этих людей тахарами, ну мы же не ученые, скажем прямо, для них они тахары, а для меня эти дети тарха и тары, они же тартары, они же скифы, почему они же скифы, мы об этом остановимся чуть поподробнее, потому что это очень животрепещущий вопрос, зная наш язык, вы сможете сами определять, что это наши названия, что отвечать на такие вопросы, кто построил китайскую стену и кто такие китайцы, ну чуть ниже об этом. Также в статье приводятся множественные изображения бронзовых зеркал, они же в науке долгое время назывались волшебные зеркала, потому что при определенном попадании света на них начинало виднеться то, что написано с задней стороны, за что они были прозваны волшебными. Долго над этой загадкой бились, бились, так интересно их сделали в кавычках дикие предки, что современная наука теоретически понимает, как это сделано, но повторить почему-то не может. Так что кто дикий, это еще вопрос. Плюс приводится некоторое изображение, в которых в Китае присутствуют совы. Опять же сова это символ тартарии, вы ее еще увидите в Америке Маянской, до Колумбовой глубокой, где этих сов тоже огромное множество, ученые не могут найти никакого сходства, но я вам предлагаю увидеть сходство, что все эти символы они в принципе одинаковые, потому что как говорится и боги, и руководители, и те, кто обучает народы, они одни и те же по всему миру. Именно из-за этого у науки возникает вопрос, откуда взялись эти загадочные цивилизации, потому что они в упор не хотят видеть белых учителей человечества. У нас таких ограничений нет, я вам предлагаю самим даже и услышать, и посмотреть на этих белых учителей человечества. Плюс опять же об этом говорит не только китайский язык, ну и китайский фольклор, но и язык, так как слова у китайцев обозначающие коня, корову, колесо и повозку имеют прямое славянское или скифо-татарское происхождение. Так что как мы смогли научить китайцев, если добрались в Сибирь только в 17 веке, это вопрос ученым. Плюс опять же там в статье приводится варварский торговец, опять же из Китая с рогом изобилия, династия Танн, 7-8 век, который в Парижском музее находится, опять бородатый мужчина, такой шапки нашей, скифа-татара русской. Для интересующихся я очень рекомендую посмотреть и напомнить, что вар это сокращение от врага в землю. по идее это был клич наших предков, которые они произносили, скажем так, для запугивания врага, а потом уже шло ура, или во время бега, то есть движения, или после победы, то есть этот вопрос нужно изучать. Ну, варвар, в Европе это означает бородатый человек, у китайцев вот такие вот варвары тоже бородатые в скифо-татарских шапках, так что когда вы услышите, это еще должны будете понимать, что это наши предки, которые схожи нам по крови и по культуре. Просто они по-другому, одно из названий. Для тех, кто считает, что китайцы все-таки были изобретателями риса и шелка, тоже я нашел в сети и предлагаю вам доклад, опять же, европейских путешественников, потому что на сегодняшний день же наши историки любят верить всему европейскому, у нас практически все стараются уничтожить. Пожалуйста, прочитайте доклад этого товарища Рюи Гонзалеза де Хлавио, который в 1403 году путешествовал в Самарканд, где он описывает, я подчеркиваю, на дворе у нас еще Колумб будет планировать свой поход через 90 с лишним лет в Америку. А что ж пишет этот товарищ про тех, кто живут в Персии? А пишет он, что они питаются кукурузой. О чудо! Как мы видели в предыдущих статьях и эфирах, что там древние греки так называемые узнали о том, что существует континент большой по ту сторону океана. Так, древние Персии, которые было всего лишь тоже еще за 100 лет до путешествия Колумба, прекрасно питаются кукурузой. Откуда она там у них взялась? Это вопрос к ученым. Ну, мало того, что они питаются кукурузой, так они еще и возле моря Баку выращивают огромное количество шелка, который идет на экспорт в ту же Европу. Опять же, шелк, Европа, до Китая еще того, что мы знаем сегодня, ого-го-го-го, а европейские путешественники и дипломаты описывают, что из этих земель вокруг моря Баку производится и возится огромное количество шелка в ту же самую Европу. Так что, какие китайцы именно его изобрели? Вместе там с Маисом, они, кстати, пишут, что там риса, производится много количества риса и Маиса, что служит основой питания. Ну, это, напомню, 13 век, Персия, там в районе, Самарканда. Так что, вопрос большой к ученым. Они эти статьи хоть читали? Ну, кроме множества символов, родом из Китая, из современного Чинагия, очень знаменитый символ, который находится на современном гербе России, это символ Георгия Победоносца, который побеждает копьем змея. Нам говорят, что, опять же, этому символу или тысяча лет, или, ну, максимум две, ну, христианству две тысячи лет, а его-то хотят приписать христианству. Ну, для того, чтобы это дело, этот еще один миф развеет, приводятся материальные свидетельства, а именно изображения из Египта, где поседающий, я так понимаю, гор побеждает крокодила. Ну, крокодил, вы же понимаете, это тоже рептилия. плюс переводится изображение из храма в Индии, в Канараке, который на потолке, где, опять же, кто-то на коне в доспехах убивает змея. Так что, индусы, наверное, тоже не знали, кому принадлежит святой Георгий Победоносец, хотя, опять же, те же самые ведач, та же самая письменность, которая сохранилась в описаниях в Овесте, которые сохранены в Индии и Иране, чётко говорят, что когда-то, а именно 7525 лет назад, как и Алексей нам поведал о древнем календаре, с чего и начал, и начинают все эфиры, произошла война между современными китайцами и землёй святой расы, то есть белыми людьми, империей белых людей прошлого, которая занимала фактически те же территории, может даже более, чем занимает современные остатки её от Советского Союза и Руси. И в результате этой войны древности война была столь кровопролитной и тяжела, она так долго продолжалась и унесла столько жизней, что в определённый год, а год этот в славянском календаре называется Звёздный храм, был заключён мирный договор после победы наших предков над Аримами, современными китайцами. И в год Звёздного храма был сотворён мир. То есть произошло сотворение мира в лето Звёздного храма, ну а лето это понятие года по-современному. И так как это было 7525 лет назад, от того момента пошёл новый отчёт уже от этого грандиозного для наших предков события. До этого было 13 тысяч, 25 тысяч лет назад, от того, как погибла Антлань и Луна Фата, об этом у нас был предыдущий эфир, где мы попытались доказать, что это действительно было. Я думаю, вполне достаточно провели свидетельств для того, чтобы продолжать работы в этом направлении. Плюс статьи я привожу для тех, кто думает, что, как говорится, календарь этот был забыт. Опять же, издание 1914 года, в котором тоже написан, опять же, наш древний календарь упомянут, то есть двойной календарь, то есть там 7322 лет тогда шло. И это издание как раз изучало наш славянский круголет числа Бога, то есть славянский календарь. А на нём же присутствует тот же Георгий Победоносец, и для интересующихся можете найти, изучить очень интересного сведения. Но после подобных войн было, скажем так, всё-таки принято решение или именно после этой войны, или после других, но в конце концов наши предки приняли решение ограждать себя от таких соседей, которых сначала научишь, поднимешь до своего уровня развития практически, потом начинается некоторая агрессия и попытки тебя же захватить. И для того, чтобы этого не произошло, наши предки стали сооружать стены. А теперь рассмотрим поподробнее, почему же именно, откуда взялись названия Китай и скифы. Они же правильно не скифы, а скиты. То есть люди, живущие в скитах. А что такое скид? Это стена китов. А что такое кит? Кит это связка прутьев, которую вы можете пойти и набрать в соседнем лесу и унести или увезти на телеге, как вам там получится. Когда образовывалось новое поселение, ну или люди передвигались, или образовывалось новое поселение, собирались эти киты и составлялись вместе, как говорится, для защиты от диких зверей и добрых людей. Так там описано это все. Если же защита предполагала какие-то военные действия, то как раз строилась стена китов, то есть ставился второй ряд этих китов, а пространство между ними засыпалось камнями, землей, бревнами, и получался как бы вал такая, насыпь. Именно поселение за этим валом, за стеной из этих китов, которые были вместе соединены, из камней, из земли, и получалось это скид. И на европейских картах у латинян это название так осталось, там не написано скифы, там написано скидтия, то есть т присутствует четко и понятно. Поэтому и китай, кий, это та же палка, а та это множество себя вобравших. То есть из языка древности китай это скажем так сооружение, которое вобрало все очень много палок, ну по-русски говоря по-современному стена. Стена, которая со временем перерастала в укрепление, когда действительно строились форты, строились очень много по земле этих звездных крепостей, это уже скажем так развитие этой стены. которая развивалась. Плюс эта стена присутствует не только в районе современного Китая, а она, я вам напоминаю, и в статье на это указывают, что она присутствует и на в Англии, она присутствует и на между укреплением между скажем так Черным морем и Балтийским так называемые знаменитые змеевые валы, плюс они присутствуют эти насыпи, их не очень хотят замечать, потому что объем по этому строительству настолько огромен, что эти объемы строительных работ превышают даже объем по строительству знаменитых египетских пирамид, хотя в Египте тоже все нормально строили наши и об этом есть и статьи, я думаю, когда-то может проведем эфир и поговорим на эту тему с нашими слушателями. Также хотелось бы обратить ваше внимание, что также забывается, что есть так называемый Заводский исторический вал, который протянулся более чем на две с половиной тысячи километров, плюс эта Великая Заводская стена, ровесник Аркаима, ну так где же эти чинайцы, как же они строили все эти сооружения, надо тогда, чтобы историки нам объяснили, откуда современные чинайцы взялись на всех этих территориях, плюс на территории Сербии, Болгарии, Румыи, Венгрии и Польши, подобные сооружения, плюс в Иране. То есть таких сооружений по миру огромное множество. Я привожу исторические свидетельства опять же тех латинян, ну чем богат этим Ирады, где нечетко написано, рядом с чинайцами существует западная тартария, она же названа китаяц, то есть скиты, скиты, скитовые поселения, то есть поселения за стеной. Плюс привожу это в одно из этих восстановленных поселений в Англии, как оно выглядело, хотя эти восстановленные поселения есть и на Украине, в Скадинаме и в принципе везде. Их можно найти, теперь когда вы их увидите, вы не будете строить из себя историками, не будете говорить, ох, кто это построил, какие, как говорится, загадочные племена, да это скиты, это скиты, население в них живущее, то что вы знаете под скифами, и названы они только по типу поселений всего лишь, если варвар это боевой клич, то те, кто живут в скитах, они скифы, и вот эти понятия кита скиты, они на европейских картах и в нашем языке присутствуют во множестве, так может у граниста Китая ситуация эта другая была, может это действительно все эти стены построили современные китайцы, хотя опять же напоминаю, китайцы это получается мы с вами, мы с вами, которые и раньше наши предки жили в поселениях за стенами, и империя находилась целая за стенами, эти стены были, с одной стороны это современный Китай, с другой стороны это Балтийское Черное море, и в Европе очень много воевали для того, чтобы поставить свои территории, там этих стен тоже навалом, как и поселения подобные, так что китайцы это мы, а на тех товарищах четко написано, что они чинайцы, ну так давайте дальше товарищи чинайцев так и называть, раз мы уже разобрались кто есть кто, так может я же говорю чинайца это по-другому, может великую чинайскую стену нужно назвать чинайской, а не китайской, так давайте обратимся к исследованию самих чинайских наших археологов, если можно дать в чат вот ту фотографию, что я выслал, если получится, дадите, дело в том, что помощницу попросим, да попросим, если можно, если получится, дайте эту фотографию, дело в том, что впервые на это дело обратил внимание Тюняев, он частенько у вас выступает с интересными докладами, он интересный человек, и он обратил внимание на то, что как-то тень падает неправильно, то есть солнце имеет в течение дня определенный ход, если бы бойницы смотрели на север, то есть на территорию современной России, то тень бы не падала на саму стену, как говорится, а падала бы перед ней, она почему-то падала на стену, и он предположил и оказался прав, что бойницы-то смотрят на территорию современных чинайцев, и даже кто-то туда ездил и подтвердил, что да, действительно так, бойницы-то смотрят не на Россию, а на чинайцев, и со стороны России стена меньше, и в результате того, что большая часть стены сейчас находится на территории современного чинайя, чинайцы начали ее изучать, но что же я ей просил, если можно дать эту фотографию, она очень интересная, дело в том, что, скажем так, последние уровни стены этой находятся глубоко в России, а сама стена построенная в разное время, ну, в статье приводится все эти фотографии, их очень много в различной империи, Цинь, Тан, ту же самую, что мы часто, Сун, Мин, и приводятся расцветки разные, когда строились эти участки стены, и оказывается, вот чудо, сами же китайцы определили, что эти стены строились тогда, когда самих китайцев в этих районах строительства стен не было, все эти китайские империи и поселения, они находятся перед стеной, и до нее не доходят, и строятся они как раз, и ограничивают распространение так называемых современных чинайцев, это продолжалось очень долго, строительство этих стен, последние участки были построены, еще в 17 веке строились, но, как мы видим, результат налицо, эти территории были утеряны, сейчас именно Великая Китайская Стена, не чинайская, у которой много уровней, она строилась во много, как говорится, очень длительное время, плюс, я, например, смотрел фильмы, BBC тогда их еще снимала очень давно, и так вопрос в том, что есть участки стены, которые хотя бы найдены, а в той же пустыне они находили участки стены, которые даже еще не изучались, то есть, эта стена продолжается, она не заканчивается там, она очень многоуровня, многогранная, как мы отметили выше, она по всей территории России построена, мне это, знаете, что напомнило, мне это напомнило именно символ власти русских царей, ну, держава, она почему-то круглая, там есть какой-то поясок на весь мир, а наверху стоит крестик, ну, не всегда такой крест, что вы привыкли, он иногда по-другому изображался, но сам смысл, это символ державы, держава какая, держава весь мир, а на северной прародине, там, где пирамида Меру или геометрический центр, находится как раз этот энергетический центр, он и отмечен, грубо говоря, крестиком, также хочу напомнить, что Москва начиналась с Китая города, что опять же неудивительно, ну, так, а для тех, кто не верит, ну, в Москве-то откуда чинайцы взялись современные, то есть, это все подтверждает о том, что все эти и стены, и форты, которые многие видели, как звездные крепости, это все наши предки сооружали для защиты себя, поселений своих, и они там и жили, откуда и взялось взялись все эти названия с Киты, Китая, с Киевы, то есть, теперь вы будете прекрасно понимать, что речь идет о тех, кто жил за стенами, да и живет, но, кроме Великой Китайской Стены, в современном Китае присутствуют и пирамиды, а китайцы не очень любят о них распространяться, потому что они находятся, основное количество открытых пирамид находятся в провинции Шэнси, там их открыто уже около четырехсот, они не хотят о них распространяться, но понятно почему, я в том, что вместе с пирамидами я специально привел около четырех изображений, пяти, которые найдены в гробницах именно этого региона, потому что на все предыдущие изображения китайские археологи пишут примерно следующее, ну, знаете, это торговцы, вот они приехали откуда-то издалека, да и уехали, вот приехал, уехал, ну, бывает, а здесь же люди именно из этой провинции, где найдено огромное количество пирамид, о чем я хотел обращать внимание людей, что наши предки строили эти пирамиды, контролировали их работу, и поэтому там, опять же, в гробницах, вокруг этих пирамид найдено огромное количество людей в скифо-татарских шапках, в наших одеждах, бородатых, но уже для лучшего понимания они представлены с мотыгами, с лопатами, вот тут интересный сагдийский жених, если вы его отличите от нашего мужчины, который жил здесь до 16 века, даже до 20, в традиционной одежде с бородой, белое лицо, так, а это ведь провинция, и он датируется седьмым веком, то есть династия Тан, и они на современных чинаица, ну никак не похожи, ну ни одежда, ни лицо, хоть биогенетические исследования проводить, тут они не нужны, потому что это четко, видно, что чинаицы к ним отношения не имеют никакого, именно поэтому эти пирамиды к широкому кругу населения не показываются, не организованы никакие там экскурсии, 400 пирамид, сколько денег можно было поднять, у Египта надо спросить, и тут в воде экскурсии, да и показы, они показывают, они закрыты, конечно, много информации о них нет, приводится все, что удалось найти, и пирамиды в кустыне Гоби, и в провинции Шенси, там много количества пирамид, также я обращаю внимание, что все они по строению идентичны, есть пирамиды, которые полностью повторяют пояс Ориона, или великие пирамиды Гизы, они же великие пирамиды Мексики, то есть полное совпадение, но так как мы с вами люди, которые уже веды читали, и знаем, что все такие сооружения ориентируются именно на магнитный полюс, то предлагается вам картинка, по которой можно отследить, на какой же полюс ориентированы китайские пирамиды, ну чтобы хотя бы примерно представить их возраст, оказывается, они ориентированы на центр Гренландии, здесь магнитный полюс Земли присутствовал до потопа, то есть до потопа, который был 13 тысяч лет назад, он там оказался после катастрофы, которая произошла 100 тысяч лет назад, с Дарией и Луной Лелия, я думаю, об этом когда-то может сделаем отдельный эфир и поговорим, но сам факт, ориентация этих пирамид на центр Гренландии, то есть пирамиды очень древние, об этом приводятся также утверждения, найденные в самом Китае, где различные источники говорят, что еще и 5 тысяч лет назад эти пирамиды были, и они стояли, и их опять же обслуживали, восстанавливали после потопа сыны неба, пришедшие из Хуанди, они же славяне, они же славяна Арии, которые прилетели на огнедышащих драконах, восстанавливали после этого потопа эти разрушенные пирамиды, потому что и Китай тоже был сильно поврежден, поэтому идет речь именно про восстановление всего, потому что практически все было уничтожено и в Китае получается, там, где живут сейчас чинаются. Хоть мы и не видим, как говорится, раскопок самих пирамид, они наоборот покрываются землей, там засаживаются деревьями, чтобы их меньше было можно отличить от пирамид, а как бы холмики какие-то, да и все. Но в Китае есть огромное количество мостов, и вот мосты, они же не прятали, елками не засаживали, и пока не все разрушили. А они они нам интересны тем, что связывающие элементы мостов идентичны с пирамидами и мегалитическими сооружениями Египта, Японии, Индии, Греции, Туниса, Италии и Перу. То есть технология строительства идентичны, на них присутствуют калавраты, то есть солнечные символики на этих мостах. Плюс в своей статье я обращаю внимание на ряд других статей, где тоже люди ищущие, такие интересные люди, как Михаил Волк и другие, описывают состояние городов, скажем так, после потопа, то есть странности. А странности состоят в том, что, как говорится, нам убеждают, что по всему миру присутствует колониальный стиль, который был построен когда-то там англичанами, ну и подобными захватчиками прошлого. А эти люди в своих статьях показывают, там две ссылки на эти статьи, что во время прихода колонизаторов английских, французских и так далее, в тот же Китай, этот колониальный стиль присутствует и в Японии, и в Китае, и в Древней Америке. Вопрос, ну как же так, колонизаторы пришли, а архитектурный стиль уже существует? Вопрос для историков, для нас это четко понятно, строители одни, одни строители, поэтому нет ничего удивителя. Это стоит добавить, говорится, продолжать исследование в этом направлении. Это не вся информация, которая есть по этому вопросу. Ну, я думаю, для начала вполне достаточно, плюс хотелось бы еще раз обратить внимание, что сведения о китайцах порой можно найти совершенно в неожиданных местах. Может, это именно связано с тем рисунком Великого Шелкового Пути, который, в принципе, он чуть ли не от Австралии идет. Так, я к тому, что в своей статье, в своем конце привел фотографию, которая была сделана на Филиппинах голландским фотографом Франциском Ван Кампом в 1875 году. Фотография, понятное дело, черно-белая, но под этой фотографией в сети я ее нашел совершенно случайно. На фотографии написано, что на ней изображена этническая китаянка, у которой светлые волосы. И выглядит она как настоящая китаянка. Плюс на ней меандр, то есть одежда с меандровым узлом, которая присутствует и на китайских богах, и на календаре из Мезина. Ну, короче, солярная символика. Так что китайцы распространены были повсеместно, но теперь мы знаем, кто они такие. Ну, для начала, для завязывания разговора, я думаю, вполне достаточно. Передаю образы правления тебе, Алексей. Благодарю. Благодарю. Ну что ж, ты довольно интересно всё рассказал, оживил беседу в обоих чатах, даже в трёх чатах у нас новый сайт бета-тестирования наконец-то запустился, так что там даже появляются реплики. Вот, я думаю, что самое время нам переходить к этим репликам и вопросам. Будем делать музыкальную паузу, это не будем? По желанию. По желанию. Хорошо. Давай тогда музыку не будем слушать, просто я поставлю отбивочку, чтобы отделить первую часть вступительную от второй части, где мы будем уже общаться с нашими зрителями и слушателями. Народная Славянская радио для пытливых умов. Продолжение слушайте в следующей части.